Учитель математики из 3-й школы, а по совместительству классный руководитель 10-го А. Зинаида Пермякова принимала участие в городском конкурсе «Мой класс. Моя гордость» и была признана лучшей среди классных руководителей старшего звена. Победила она и в голосовании, которое проходило на странице новостей нашего города ВКонтакте. За ее кандидатуру проголосовали почти 600 человек. За что Зинаиду Пермякову любят не только дети, но и коллеги в сюжете Ольги Поповой. Желаем тебе искренне стать не только лидером 21-го МЕКа, а президентом России. А Саше, ну если уж у нас традиция, президент с премьером меняется местами. Тебе премьер-министром, потом поменяетесь местами. А сегодня мы скромно поздравляем тебя с днем рождения. Так начинается урок в 10 мая, если сегодня в классе именинник. Дни рождения учеников Зинаида Пермякова не пропускает. Обязательно будут поздравления и подарки. Да и как иначе, ведь дни рождения своих детей никогда не забываешь. А они все свои, родные. К детям я очень сильно привыкаю. Вот в конечном счете они потом становятся уже не просто, ну как бы детьми, но хорошими друзьями, которые всегда могут помочь, кстати говоря. Никогда не отказывают. В любое время суток к ним обратишься за какой-либо помощью, вот они первые мои помощники. Особенно близкие отношения сложились у Зинаиды Алексеевны с ее первенцами. Так она называет уже взрослых мужчин и женщин из своего первого выпуска в третьей школе. Был он в 98-м году. Кто кем работает, где и как живет, она про всех все знает. Это, к примеру, ее школьная внучка, дочка Лены Букиной, девушки из того самого первого выпуска, которые уже тоже учатся в третьей школе. А этот парень стал человеком мира. Вот он пришел нынче в школу и рассказал, что он после школы, он закончил институт. И он теперь, ну в смысле не путешествует, он продолжает образование. Он уже два года отжил в Америке. Он жил в Чехии, а сейчас он поехал в Таиланд, чтобы подучить английский. Мне очень нравилось старое время, когда не было электронной почты и интернета. И они просто писали письма мне. И когда я читала, я прямо слышала и видела этого ребенка, который вот пишет, или просто как бы он вот с какой интонацией он рассказывает о теперешней своей жизни. Очень было приятно получать эти письма. Вторая мама. Хорошая, добрая, когда нужно строгая, веселая, креативная. Так о своей классной руководительнице говорят сами, нынешние школьники. К ней идут за советом или просто поговорить. С ней вместе проводят свободное от урока время, устраивая различные тематические праздники. Вот, к примеру, так Зинаида Пермякова со своими учениками провожали масленицу. Девчонки напекли блинов, а учительница сделала чучело. Ольга Левикина помнит первую встречу со своей будущей учительницей. Еще тогда, в пятом классе, она поняла, ее преподавательница самая лучшая. Я приехала очень поздно, и поэтому не сразу с ней познакомилась. Я пришла, и она дала мне задание, сказала, в каком я классе, где расписание смотреть. И она говорит, ну, я начала уже уходить, и она говорит, ты хоть помнишь, как меня зовут? Я говорю, да, я запомнила, вас зовут Зинаида Алексеевна. Она улыбнулась, сказала, ой, хорошая девочка, можешь идти. Помимо уроков мы проводим там тематические вечера, мы гуляем, ходим там в лес, в походы, в музеи, в кафе. У нее, к ней в гости входим тоже. Есть круг людей, широкий, большой круг людей, ее коллег, математиков, и мы совершенно разные люди, в основном учителя русского языка. Мы общаемся вне школы, собираясь у нее тоже дома. Вот ее дом, ее двухкомнатная квартира, деревяшка, она стала для нас, ну, просто, ну, как сказать, центром общения друг с другом. Мы тоже проводим вечеринки. Как ни странно, признается Зинаида Пермякова, педагогом быть она никогда не мечтала. Душа требует творчества, и на пенсии она планирует заниматься дизайном. Но раз так сложилась судьба, работу свою старается делать честно и относиться к ней с душой. А еще она уверена, чтобы быть хорошим учителем, знаний мало. В первую очередь надо любить детей и уважать их, относиться к ним искренне и прощать мелкие шалости. Ведь все мы из детства, и все в нем хулиганили. Уж мне такой достался класс, очаровательный народ. Здесь каждый парень – это личность, а девушки почти звезда. Здесь есть отличники, артисты, певцы и просто господа. Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города.